Здравствуйте! Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Приближается 14 февраля, День всех влюбленных, и нам с вами необходимо дарить подарки. И одним из подарков может быть наше изделие, выполненное собственными руками, и, как вариант, джемпер. Джемпер двумя сердечками. И как нарисовать эти два сердечка в программе Книг Стайлер, я сейчас вам покажу. У нас есть выкройка. Мы можем брать абсолютно любую выкройку, которую вы будете провязывать. И задача нарисовать сердечки. Причем нарисовать их можно в программе, потом перенести на бумагу, если вам сложно рисовать с экрана, и провязывать. Итак, у меня есть выкройка. Я примерно представляю, где эти сердечки должны находиться. Выкройка нужна для того, чтобы иметь масштаб, представление о размере этого сердца, потому что от того, каким я его нарисую, таким оно и будет у меня провязано. Если выкройка маленькая, и сердечки должны быть маленькие. Если выкройка на взрослого мужчину, соответственно, у нее здесь не будет рукавов, будет одна полочка практически на весь экран. Соответственно, и размер сердца может быть скорректирован. Итак, берем кисть, берем цвет и начинаем рисовать. Можно немножко покрупнее сделать. Определяемся с размером и местоположением. Сердце у нас с левой стороны, где-то вот здесь в районе груди. И рисую половинку сердца. Рисую я его от руки. Как представляю, вот так и рисую. В принципе, меня устраивает. Вот такое сердце вполне подойдет. И накладываю вторую часть зеркалем, получаем готовое сердечко. Это первое сердце. Второе сердце я хочу выполнить маленькое. Маленькое и красненькое. Для того, чтобы оно у меня получилось, беру и копирую это сердце. Дальше определяю с размером, какое второе сердечко мне нужно. Какого размера. Вот оно поменьше должно быть. И задача его немножко подправить. Потому что при копировании оно, как правило, немножко искривлено. Как вариант. Делаем то же самое. Стираю половину. И делаю дубль. У меня получается полноценное сердце. Можно его подрисовать. И получается сердечко. Теперь его нужно подвинуть к основному. Но сначала покрасим его красным цветом. И можно переносить. К сожалению, при переносе немножко теряется цвет у второй детали. Поэтому мы его докрашиваем. Все те части, которые у меня ушли. И получаем два сердца с наложением. Убираем предыдущее. И все. Можно идти провязывать. Картинка простая. Картинка достаточно простая. Но и рисовать ее не сложно. Видите, как это быстро делается. Как вязать? Вы можете перенести этот узор на бумагу в клеточку. Вы можете ориентироваться на экран компьютера, переходя в раздел вязание. Где вы будете ориентироваться на петли и на ряды. Вы можете распечатать данную выкройку. И ориентироваться уже на распечатанный вариант, где вы будете смотреть нахождение данного узора. На ваше усмотрение. Если вас заинтересовала эта программа, но вы не понимаете, как в ней работать, приглашаю вас на наш интенсивный курс Книстайлер за 5 дней, где мы досконально проходим все возможности этой программы. А сейчас смотрите в следующем видео, как можно провязать данный узор методом интарсии. Потому что компьютерная машина есть не у всех. Набивать перфокарты ради того, чтобы провязать один узор тоже не очень правильно. Такие небольшие узоры вполне можно провязать вручную. Смотрите следующее видео. Если это видео было вам полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки по вторникам. И жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова.